Однофотонный эмиссионный томограф – это поистине чудо современной техники. Подобный аппарат есть только в Институте имени Александрова в Минске, и даже туда попасть сложно и дорого. Обследоваться на Брестском томографе будет гораздо проще, говорят специалисты онкодиспансера. Его пропускная способность составит 40-50 человек в сутки. Для граждан нашей страны эта процедура будет абсолютно бесплатной, хотя сам процесс обследования довольно сложный и трудоемкий. С помощью специального радиофарм препарата происходит накопление радионуклидов в тканях и органах. В течение времени это исследуется детекторами этого аппарата, и мы получаем картину не только органа, его расположения, но также то, как он функционирует, ведет себя во времени, или не функционирует, или с нарушениями функционирует. Сегодня Брестский областной онкологический диспансер оснащен всей необходимой современной диагностической аппаратурой. Два аппарата компьютерной томографии и один магнитно-резонансный томограф. Новый же аппарат позволит расширить возможности обследований и назначить более точное лечение. Этот аппарат – это аппарат, ну скажем так, абсолютно нового уровня. И мы можем полностью сказать, что он соответствует, ну, республиканскому, наверное, уровню. И не в каждой области такой аппарат есть. Поэтому эта задача была продиктована тем, что мы должны ставить перед собой задачу, и мы ставим ее более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь, в том числе и в онкологии. А мы знаем, что, к сожалению, конечно, онкологические заболевания, они одни из самых распространенных, и поэтому задача и власти, задача нашего государства не на словах, а на деле оказывать помощь нашим гражданам. Вот этот аппарат – подтверждение тому, что мы в этом направлении движемся. Стоимость эмиссионного томографа вместе со строительством обошлась в 1 миллион 970 тысяч рублей. Половина суммы – оборудование вместе с аппаратом. Вторая половина – проектно-сметная документация и строительные работы. Но стоимость новинки несравнима с той помощью, которую он сможет оказать пациентам. Ведь статистика онкобольных неутешительна во всем мире. Наша область – не исключение. На сегодняшний день больше 42 700 человек в области находятся на диспансерном онкологическом учете. Аппарат будет обслуживать не только жителей Бреста, Брестского района, но также жителей других регионов – Пинска и Барановичей. Работать будет две смены, пропуская, способны порядка 40-50 человек в сутки. Необходимость такого аппарата на Барановичский регион, оно как бы не имеет, в общем-то, смысла большого. Потому что финансово – это достаточно дорогое удовольствие. И иметь такой аппарат на области, я считаю, его достаточно вполне для того, чтобы охватить нуждающихся пациентов в данном виде обследования. Этот аппарат нужен прежде всего для диагностики и уточнения диагноза. Потому что на сегодняшний день назначить лечение необходимо провести массу обследований. В том числе вот такое обследование, оно сопряжено с тем, что, возможно, будет то или иное лечение подобрано более правильно. В этом году обновление технической базы учреждений здравоохранения ожидается не только в Бресте. До конца этого года планируется оснащение Кобринской, Столинской и Березовской районных больниц новыми современными компьютерными томографами.